Мы сегодня, друзья, будем говорить о разных вопросах. И в первую очередь мы хотим поблагодарить наших братьев, двух Алексеев, одного и второго, за то, что они сегодня могут быть здесь и ответить наши вопросы. Мой вопрос. Немножко раскройте кулисы, немножко эту занавесь откройте для нас. Цель, содержание, какие ваши ожидания, что вы хотите этими беседами, вопросами, ответами, какая цель, что мотивирует вас к такому делу? Пожалуйста, Алексей. Цель, как и в любом служении церкви, главная цель заключается в том, чтобы помочь людям немножечко яснее понимать Бога и понимать Его истину. Мы посвятили эту серию программ, серию видео таких уроков особо сложным вопросам или даже, можно сказать, спорным. То есть вопросам, о которых часто спорят. И мы решили посмотреть на них практически, посмотреть начало, может быть, самых глубинных факторов, то есть посмотрев на истоки, откуда они исходят, дать им философское объяснение, то есть какие есть философские позиции или implications, или практические выводы оттуда. И потом прийти к практике. Я просто не мог не воспользоваться такой возможностью. У нас здесь такой ум присутствует. Кроме шуток, действительно, Бог дал Алексею очень многое, и я испытываю огромное удовольствие. Для меня это время даже пролетает очень быстро. Два часа или три часа вчера и три часа сегодня я с удовольствием провел это время в беседе с Алексеем. Он может несколько слов сказать тоже, наверное, о своих ощущениях. Мне на самом деле не так уж много есть, что добавить к тому, что Алексей Алексеевич уже сказал. Действительно, главная цель в том, чтобы помочь народу Божьему более, может быть, объемно и более ясно размышлять о этих вопросах, потому что вопросы, связанные с учением о спасении, с человеческой волей, с Божьей суверенностью, они так или иначе возникают, часто возникают, часто становятся предметом споров. И поэтому хотелось бы постараться вместе продумать, проговорить эти вопросы, чтобы, мы надеемся, для многих людей это было полезным, и чтобы они смогли из этого почерпнуть что-то хорошее. Несколько вопросов к нам пришли еще вчера, сегодня по имейлу на адрес церкви. Я хотел бы начать с первого вопроса, который является или касается доктрины искупления. Я его буду слово в слово читать и попрошу, чтобы кто из вас хотел бы, вы можете ответить, потому что здесь есть конкретные... Все трудные вопросы, ты знаешь, что отвечает. Все трудные вопросы отвечают Алексеем. А какой? Люди говорят о всеобщем и ограниченном искуплении. Ясно, что это широкий вопрос, и он связан с другими вопросами. Будет ли правильным говорить человеку, что Христос умер за него, то есть заместил, искупил и простил? Не делаем ли мы тогда его, так сказать, потенциальным? Человек выбирает, и тогда все срабатывает в его спасении. Или это неправильная логика? Поясните, пожалуйста, если можно. Пожалуйста. Хорошо. Ну, по сути вопроса, во-первых, можно ли сказать любому человеку, что Христос умер за него, то есть заместил, искупил и простил? И да, и нет. То есть можем ли мы сказать любому человеку, что Христос умер за него? Да. Заместил. Я бы ответил да, искупил да, простил нет. Вот. Вы спросите, как это возможно, и вообще какие здесь вопросы с этим связаны? Ну, вообще, позвольте мне сделать шаг назад от этого вопроса и постараться обозначить основные позиции. Есть несколько взгляд на этот вопрос. Во-первых, есть такой взгляд, который считает, что Христос умер за всех людей и, соответственно, искупил все человечество в целом, всех людей. И поскольку за один грех не платят дважды, то, соответственно, никакой человек не может тогда платить за свои грехи и быть наказанным. Это всеобщее искупление, которое ведет к универсализму, то есть к учению о том, что все люди будут спасены, и в конечном итоге ад окажется пустым. Другой взгляд на этот вопрос заключается в том, что Христос не умер за всех людей, а умер лишь за избранных, искупил, соответственно, только избранных, и они будут этим искуплением, соответственно, освобождены от наказания от ада. За неизбранных Христос не умирал. Но вообще сама постановка такого вопроса, она специфична, она, я бы сказал, насколько мне известно, не с самого начала появилась в христианском богословии, и она уже предполагает некоторые предпосылки, которые, может быть, затрудняют такой более простой и понятный ответ на этот вопрос. Наверное, мы все можем сказать, что Христово искупление достаточно для всего человечества. То есть смерти Христовой потенциально вполне достаточно для того, чтобы покрыть все грехи всего мира. Это первое, что мы можем очень точно сказать на основании Священного Писания. Второе, что мы можем очень точно сказать, это то, что не все будут спасены. Священное Писание отрицает такое учение, как универсализм. Мы знаем, что будет и рай, и будет и ад, и что будут люди, которые направятся в жизнь вечную, будут люди, которые направятся на вечные мучения или на вечное осуждение. Тогда как же все это сопоставить и объединить в одно? Наверное, можно сказать таким вот образом, что смерть Христова достаточно для всех, однако воспользуются ей лишь избранные. То есть те, кто по Божьему действию обратится ко Христу и примет искупление. Возможно, Алексей Алексеевич добавит как-то или поточнее это сформулирует. У нас обычно вот в наших беседах так и происходило. В общем-то, я много-много говорю, а Алексей Алексеевич потом очень точно это все суммирует. И получается, мы дополняем друг друга. Я единственное, что хотел бы добавить, это текст из первого послания к Тимофею, 4 глава, где написано 10 стих. Здесь сказано так, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. То есть Священное Писание говорит нам о том, что искупление имеет два уровня, это точно. Но, во-первых, если бы не искупление, если бы не жертва Христа, если бы не благодать Божия, которая стала возможным благодаря жертве Иисуса Христа, то человечество было бы уничтожено в момент грехопадения, а точнее, было бы направлено в ад. То есть тот факт, что сегодня продолжается жизнь на земле, это не само собой разумеющееся явление, а это действие благодати, которое стало возможным благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Конечно, цель этого, заключительная цель, является созидание Церкви. Весь этот мир существует для того, чтобы была создана Церковь. Это то, что мы видим в финале, в книге Откровений, в самом конце. Это, безусловно, что это является целью. То есть в каком-то смысле Христос действительно является искупителем всех человеков. Но в смысле того, что человек получает спасение и соединение с Иисусом Христом в теле Его, в Церкви, ясно, что здесь написано не все, а написано верные, то есть верующие. То есть верующие искуплены особым образом. Таким образом, когда мы обращаемся к человеку и говорим, что вот Христос умер за тебя, это точно. Но то, что человек слышит, это еще не значит, что он спасен уже. То есть он станет спасенным, если он уверует, если он родится свыше. Вот тогда будет эта заключительная фаза этого искупления применена к нему. Да, то есть можно сделать акцент на применении, да, хотя искупление достаточно для всех, однако оно применяется в момент обращения. То есть вот в тех теориях, которые, кстати, сказать, я раньше обозначил, был один существенный недостаток, да, они обе, которые я описал первоначально, предполагали, что искупление применяется автоматически, в то время как это не происходит. Допустим, даже избранный человек рождается, не будучи прощенным, да, его грехи лишь потенциально искуплены, это искупление еще не применено к нему. То есть он ходит, мы видим, вот не искупленного человека, хулящим Бога до его обращения, мы видим еще пока не искупленного хулителя и гонителя и так далее, да. Но вот когда он обратится, тогда это искупление, достаточное во Христе, будет применено к нему, и тогда его индивидуальные грехи будут полностью покрыты. Возможное искупление и востребованное. Еще один вопрос, который продолжает немножко эту же доктрину, или касается этой доктрины, только немножко с другой стороны, больше христологии. Кому Христос отдал себя в жертву? Или кто нуждался в этой жертве? Кому Христос отдал себя в жертву? Я думаю, это неправильно поставленный вопрос. Вопрос, кому Христос отдал себя в жертву, неправильный. Вопрос нужно поставить, за что? И кто нуждался в этой жертве? Человек. Я слышал эти теории с двух сторон. Некоторые говорят о том, что Христос заплатил цену Богу, другой говорит, Христос заплатил цену дьяволу. На мой взгляд, и один, и другой подход не совсем точный. Ну, Алексей, наверное, может объяснить это более глубоко. Понимаешь, да, о чем идет? Ну, я, да, я примерно понимаю, угадывается эта идея. Но, может быть, я бы сказал так, что действительно одна из причин, почему этот вопрос задают, заключается в следующем, что очень часто в прошлые века нередко была популярна такая теория, что Христос принес жертву сатане. И для того, чтобы как раз перечеркнуть, что ли, вот эту вот неправильную концепцию, и мы стараемся, может быть, уйти от того, что жертва была направлена, принесена кому-то именно. Вот. Но, с другой стороны, может быть, я предлагаю в качестве варианта, мы можем посмотреть на это с точки зрения ветхозаветных жертвоприношений. А если ветхозаветные жертвоприношения имели конкретного адресата, кому они посвящались и направлялись, это были жертвоприношения именно Богу, вот, то, возможно, мы можем посмотреть на это с такой точки зрения, что и Христос принес жертву Богу. Вот. Но, может быть, здесь есть, конечно, какие-то подводные камни, которых я не угадываю. Да, здесь самый первый камень заключается в следующем, что люди, которые задают этот вопрос, чаще всего имеют в виду такой элемент, что зачем Богу нужна жертва? Но в действительности Богу сама жертва не нужна. Богу нужно простить нас. И для того, чтобы нас простить, нужна жертва. Это верно, я с этим полностью согласен. То есть Бог не испытывает недостатка ни в чем. Мы ни в коем случае не подразумеваем языческих концепций жертвоприношения, в которых очень часто присутствовало именно вот это вот. Жертвы приносились богам с той идеей, что эти боги нуждаются в жертвах. Допустим, в таком древнем вавилонском эпосе «Атрахасис», это вавилонский аналог истории Аноя, рассказывается, что вот этот вот сверхмудрый человек, после того, как потоп состоялся, и он, значит, во время потопа люди не приносили жертвы богам, боги навели потоп на человечество, и в это время, значит, все умерли люди, а сам вот этот вот вавилонский мудрец «Атрахасис», он находился в это время в ковчеге, жертвы не приносились, и тогда боги вдруг поняли, какую они глупость совершили, а как же им теперь питаться? И они так исхудали за время потопа, что они ждали, не дождались, пока он закончится. И когда, значит, «Атрахасис» уже потом вышел и принес жертву, буквально, практически буквальная цитата, правда, в переводе на русский язык из этого эпоса, что боги слетелись на эту жертву, как мухи. Конечно, мы ни в коем случае не вкладываем и не должны вкладывать такой вот смысл в жертвоприношение Христа и в ветхозаветные жертвоприношения. Они не были нужны Богу в том смысле, что Он каким-то образом ими питается, подкрепляется или что-то еще. Жертва имеет символическую, прежде всего, его ценность, если говорить о ветхозаветном жертвоприношении, и юридическую ценность, если говорить о жертвоприношении Христа. Грех должен быть наказан, возмездие за грех – смерть. И вот Бог предусмотрел, что за грех одного человека может заместительно быть наказан кто-то другой, невинный. Если в ветхозаветных жертвоприношениях это символизировалось тем, что невинное животное, которое, в принципе, является неморальным, то есть оно не имеет закона, оно не живет в нарушении заповеди и так далее. Так что невинное, в принципе, животное приносится в жертву за грехи грешника, грешного человека. И человек понимает, что кто-то невинный умирает за него. Вот это символическую ценность имеет. И вот в конечном итоге это воплотилось уже во Христе, что Христос невинный взял на себя наше наказание, занял наше место и принес жертву. Я думаю, что есть определенный смысл, в котором мы можем сказать, что эта жертва принесена действительно Богу, как и ветхозаветные жертвоприношения. Хорошо. Вопрос по-английски. Как можно быть абсолютно счастливым в небе, knowing that there are people, even family, suffering eternally in hell? It seems heartless. Как человек может быть совершенно счастлив в небесах, зная, что есть люди, даже семья, которые вечно страдают или будут в аду, это смотрится или выглядит бессердечно? Я думаю, один из самых простых ответов на этот сложный вопрос, мы не знаем, как Бог решит все эти вопросы, мы знаем такую вещь, что в Откровении написано, что Он отрет всякую слезу с очей. То есть, если написано, что Он отрет всякую слезу с очей, то значит, как-то будут happy, то есть, как-то будут счастливы. Мы точно не знаем, как это произойдет. Но есть возможность предположить, как это будет. Мы точно знаем, что самая яркая эмоциональная связь на земле существует между мужем и женой. Бог создал так, что вот это самый пик эмоционального контакта, эмоциональных отношений реализуется в такой связи между мужем и женой. И мы знаем, что на небесах не выходят замуж и не женятся. То есть, на небесах брака, в том смысле, в котором он сейчас и семьи не будет. Это говорит о том, что Бог не взял самое счастливое с земли на небеса. И причина этого может быть только в одном, что то, что на небесах, гораздо более счастливое, приносит гораздо больше эмоциональной удовлетворенности, чем самое высокое эмоциональное счастье здесь, на земле. Библия называет это созерцанием славы Божией. Нам, правда, людям трудно это понять, потому что люди думают, сидеть на концерте и слушать, может быть, как красиво скрипки играют или еще что-нибудь. созерцать что-то. Но в действительности Божья Личность, она настолько богатая, что созерцание ее будет интереснейшим явлением, захватывающим человека. И, по всей видимости, наше восприятие наших родственных связей будет совершенно не таким, какое оно сейчас. В том числе и той реальностью, что кто-то будет в аду. Алексей добавил. Алексей Вячеславович, мне, в общем-то, нечего добавить даже. Мне очень понравился ответ Алексея Алексеевича. Я согласен. Но в то же самое время, может быть, я добавлю к этому вопросу. Человек, который будет созерцать Бога, он все равно будет не в забытие, он будет знать и видеть, каким-то образом понимать, что его родные там в аду. Ну, не знаю. Мне трудно сказать. Я слышал, один муж, они так не очень хорошо с женой жили, или жена не очень хорошо, они с мужем жили. Она говорит, ты когда на небо придешь, ты хоть там за мной не летай. Не знаю, не знаю, как насчет того будут, кто будет знать их. Алексей, есть ли какие-то в Библии индикаторы того, что, ну, кроме того, что Лазарь знает о братьях, которые там, вернее, богач знает о братьях, которые там еще на земле остались? Ну, да. То есть мы видим, что есть такое понимание, что есть и другие родственники, и осознание этого. Но, опять же, мы здесь, когда мы рассуждаем о том, что будет на небесах, чего мы сами не испытывали, да, мы не можем говорить об этом с точки зрения нашего опыта. У нас этого опыта просто нет. Мы можем говорить об этом с точки зрения Священного Писания, а Священное Писание говорит именно так. Отрет Бог всякую слезу с очей их, что там не будет ни страданий, ни плача, ни смерти, ни вопля. Это максимум, что мы можем сказать. А почему всего этого не будет? И мы можем лишь гадать. Я думаю, что здесь любое предположение будет иметь одинаковую степень ценности, потому что это все будет лишь наше предположение. Хорошо. Спасибо, братья. Вопрос немножко мы сейчас перефокусируем внимание на саму природу Писания. Есть несколько вопросов. Один из них, что касается Писания. Каким образом отбирали канонические книги и нет? Я читал неканонические, и они показались мне очень полезными и поучительными. Еще один был вопрос, который тоже касается этой же темы. Почему нам нужно верить Библии, а не Корану? Почему эти две книги священные не могут стоять одинаково по авторитету? Давай мы начнем с тебя, Алексей Вячеславович. Хорошо. В принципе, библейские книги входили в канон на основании того, что они признавались за истинное Божье пророчество. То есть, если какая-либо книга признавалась за истинное пророчество от Бога, за слово от Бога, то она автоматически считалась авторитетной, раз это слово от Бога, раз это пророчество, а значит и канонической. И на основании чего считались эти книги авторитетными, пророческими, каноническими? На основании их авторства. То есть, если эта книга была написана истинным пророком, то есть человеком, который показал себя как Божий пророк и был принят и признан народом Божьим как таковой, или в Новом Завете апостолом, и, соответственно, имел печать, апостолы имели печать признания Иисуса Христа, печать его авторитета, или книги ближайших учеников, которые были одобрены апостолами, как, допустим, Евангелие от Марка. Марк был учеником Петра, Евангелие от Луки, и Деяния апостолов Лука был учеником Павла. То есть, эти книги имели одобрение апостолов. Так вот, как только их авторство, именно в этом смысле, что они принадлежали перу истинного Божьего пророка, как только это признавалось, то книга автоматически считалась канонической. То есть, что я хотел бы сказать, что никогда не было такого процесса, который нередко пытаются представить. Никогда не было такого процесса, что книга считается не канонической, не канонической, не канонической, а потом мы собрались каким-то советом и сказали, вот, ну что, будем теперь эту книгу считать канонической? Ну, давайте порассуждаем, и потом, значит, проголосуем. Ладно, проголосовали, но теперь будем считать канонической. То есть, до этого мы не относились к ней, как к Слову Божьему. Это не как Слово Божье, не как Слово Божье. потом собрались, решили, о, все, теперь с этого момента это Слово Божие. То есть такого не происходило никогда, ни с какой книгой, нет никаких ни малейших указаний на то, чтобы что-либо подобное происходило в истории церкви или в истории израильского народа. Напротив, мы видим, что книги признавались сразу же, допустим, закон Моисеев написан, Моисей умирает, и этот закон уже Слово Божие, точнее сказать, когда он его еще пишет, это уже Слово Божие. Моисей умирает, и этот закон уже обязателен к исполнению. И Иисусу Навину сразу же, он же еще, он застал Моисея, он был его непосредственным учеником и секретарем, по-видимому, записывавшим за ним даже вот последние слова этого закона. Так вот, сразу же ему сказано, да не отходит эта книга закона от уст твоих. То есть моментально она признается авторитетной. И есть и другие примеры в Священном Писании, ну, может быть, чтобы не увязать в деталях, просто в общих чертах, я думаю, достаточно будет этого сказать. Есть и другие примеры в Писании, когда книги библейских пророков признаются очень быстро вот этим же поколением и следующим же за ним поколением за авторитетные. Я ответил на то? Несколько слов я добавлю только относительно того, что книги Ветхого Завета, их каноничность подтверждена Иисусом Христом и апостолами. Они использовали эти книги, и эти книги были собраны уже на тот момент, и таким образом Новый Завет или использование в Новом Завете Ветхозаветных книг подтверждает, что Иисус Христос и апостолы, они воспринимали их как священное Писание. Да, и вот эти неканонические книги, то есть которые, скажем, были католической церковью, допустим, признаны уже в средние века как канонические, ну, второканонические так называемые книги, они не признавались народом израильским. Это относится только к книгам Ветхого Завета, к некоторым книгам Ветхозаветного периода, наверное, лучше так будет сказать. Они не признавались народом израильским за пророческие книги. На второй вопрос, который также прозвучал, Писание и Коран, что бы Вы ответили человеку, который хотел бы знать, в какую книгу верить? То, что их, во-первых, невозможно совместить, то есть невозможно верить и в Библию, и в Коран. Ну и, во-вторых, книги о Священном Писании, библейские книги, это книги истинных Божьих пророков, которые признавались народом Божьим и Иисусом Христом, и апостолами. Ну и исторически очень легко проследить вот эту преемственность и признание их Божьим народом. В то время как Коран – это гораздо более позднее явление. Христианская церковь уже существовала на протяжении семи веков. Новый Завет существовал на протяжении почти такого же периода. Когда Мухаммед появился и начал давать свое откровение, и это откровение, оно не было предсказано в Новом Завете, не было указаний на него, и оно не согласуется с Новым Заветом. Поэтому вы признаете либо то, либо другое. Есть еще одна причина, почему нужно верить Библии, а не Корану. Корану – очень простая причина. Только Библия, только Новый Завет, Библия в целом, Ветхий Завет указывающий на Новый Завет, говорит нам о спасении по благодати. Только Библия говорит нам о искуплении греха. Только Библия говорит нам о Боге и о типе спасения, который с человеческой точки зрения невозможен. То есть, когда мы говорим о том, что Священное Писание, Библия, она представляет нам откровение Божие, это не одно из возможных откровений, не один из вариантов, возможно, который существует много, а это единственный вариант, который берет человека, который не может заслужить себе спасение, не способен заслужить. Единственный вариант, который говорит о искупительной жертве, о замещении, Христос за нас умер на Голгофском кресте. Об этом не говорит никакая другая книга. Говоря еще о Писании, один текст есть, вернее, один вопрос. Как правильно Библия является Евангелем или Библия содержит Евангелие? Можно ли сказать, что Новый Завет – это Евангелие? Еще раз, Библия является Евангелем или Библия содержит Евангелие? Кому вопрос? Давай тебе будет. Хорошо. Слово «Евангелие» употребляется в разных смыслах. Само значение этого слова – это благая весть или хорошая новость. И применяется этот термин в более широком и в более узком смысле. В более широком смысле он применяется ко всему Новому Завету, который иногда всю совокупность Новозаветных книг называют Евангелием. Это и есть благая весть, вот тот Новый Завет, в который мы верим. Все, что связано со Христом и вестью о Нем. В более узком смысле это применяется к четырем Евангелиям. И в еще более узком смысле это применяется к той спасительной вести, через которую мы спасаемся. Как, допустим, апостол Павел говорит в Первом Послании Коринфянам, 15 главе, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которым вы спасаетесь, если только не тщетно уверовали и так далее». И он излагает основные положения этого Евангелия. Так вот, поскольку само это слово применяется к разным вещам, то, в принципе, можно сказать и так, и так, смотря что вы имеете в виду. Книга Джана Пайпера, я думаю, очень хорошо отвечает на этот вопрос. Бог и есть благая весть, которая открывается в описании. Несколько вопросов еще касаются Слова Божьего, именно его интерпретации. Книга «Песни песней» интерпретация объяснения текстов, как притча или аллегорическая, буквальная, житейский, реальный смысл, «Внесите ясность». Это очень просто. Нужно послушать проповедь, которая была несколько недель тому назад, в среду здесь о «Песне песней», и все станет ясно. Я думаю. У тебя есть что-то добавить? Нет, надо послушать. Надо, значит, послушайте. Хорошо. В послании римлянам, 4 глава, 16 стих, написано «Итак, поверишь, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере в о том к Аврааму, который есть Отец всем нам». Вопрос. Будут ли все праведники Ветхого Завета в новозаветной церкви на небесах? К тебе, Алексей Прокопин. На мой взгляд, вот этот вопрос содержит два независимых утверждения. Как я понимаю, это первое утверждение, это цитата из римлянам 4, 16, а другое утверждение – это сам вопрос, в общем-то, который, мне кажется, не очень сюда относятся, да. Вот этот вопрос предполагает, опять же, этот вопрос больше из раздела семантики, то есть значение слов, каким значением мы наделяем те или иные слова или выражения. В частности, что мы можем назвать церковью, новозаветной церковью, и что к чему будет относиться, да. Вот. Можно еще раз, как там был сформулирован вопрос? Будут ли все праведники Ветхого Завета в новозаветной церкви на небесах? Будут ли все праведники Ветхого Завета в новозаветной церкви на небесах? Если говорить о церкви как собрании, вот значение новозаветного слова церковь, Экклесия, да, и говорить об этом как просто о собрании верующих, тогда можно сказать, что это собрание верующих, оно включает в себя всех верующих, всех искупленных, и особенно если говорить о том периоде, когда все они будут на небесах вместе собраны, тогда можно все это назвать церковью, и тогда, да, ветхозаветные праведники будут там все вместе, и почему бы им вдруг быть отдельно? Вот, но с другой стороны, важно сохранять различия между Израилем и церковью, но это, может быть, относится не столько к ветхозаветным праведникам, сколько уже к Израилю последнего времени, да, как народу. Вот, я не знаю, может быть, этот вопрос и предполагает отчасти это разграничение. Вот, потому что я, мне кажется, даже иначе странным спрашивать, да, но вот на небесах понятно, что все верующие, все искупленные будут вместе, здесь никаких не может быть отдельных двух домов или двух небес. Я думаю, причина этого вопроса в том, что в русском братстве достаточно долго, достаточно давно понятие существует о том, что есть церковь, есть израильский народ, и мы это видим, то, что Великая Скорбь и Тысячелетнее Царство, это специальные события, Богом предусмотренные для народа израильского, народ израильский является как бы первым получателем этого всего, хотя там где-то в Тысячелетнем Царстве участвует церковь со Христом и так далее. Вот, и я думаю, что на фоне этого возникает вопрос, а что же дальше с ними? На мой взгляд, нам, конечно, трудно говорить все с абсолютной точностью, что же дальше там, но 21 глава книги Откровения, мне кажется, говорит о том, что в конце концов, вот эти две независимые субстанции, они будут в одном, как Алексей сказал, общении, в одной общности, но и там они будут явно различаемые. Во всяком случае, мы читаем о городе, который новый, вот, сходит с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 21 глава Откровения, 2 стих это говорится. И посмотрите, в этом городе написано, 12 стих, он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, а на них 12 ангелов, и на воротах написано имена 12 колен сынов израилевых. То есть, явно присутствие там еврейского народа и того, что было связано с предысторией церкви. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. 14 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. То есть, мы видим, что здесь явно есть различия между одним и другим, но оно представляет собой один город. Поскольку мы сейчас говорим о ветхозаветных верующих, мы коснемся вопроса ветхого завета, здесь есть несколько. Во время Старого Завета в Израиле было Богом учрежденное храмовое служение, где, по сути, было практически все расписано, и служение мало изменялось, несмотря на разные эпохи. Вместе с тем, в израильской практике также применялось видоизмененное служение в синагогах, где много чего менялось и происходило в более произвольной форме. В нашем современном мире, по всей видимости, ортодоксальные церкви взяли в пример большее храмовое служение, где все расписано и практически не изменяется, пытаясь отобразить поклонение в небесной скине на земле. Даже в народе ортодоксальные церкви называются храмами, в то время как наши протестантские больше свойственны к изменениям по мере изменения культуры и похожи на синагогиальные служения. Почему эти два направления избрали такие разные подходы? В чем их различие с сильной и слабой стороны? Я бы сказал, что этот вопрос предполагает некоторые предпосылки, некоторые аксиомы, которые далеко не бесспорны, и с которыми я не вполне согласился бы. Но, во-первых, этот вопрос предполагает, что храмовое богослужение было расписано и мало изменялось, а синагогальное существовало параллельно ему и изменялось. На самом деле такого никогда не было просто. То есть это нет, такого не бывало. До тех пор, пока существовал храм, центром богослужения и поклонения был именно храм. Синагоги служили совершенно иной цели. Синагоги служили цели образования, то есть в частности предполагают, что даже первоначально они функционировали просто как образовательные школы. И они служили цели просто наставления детей в законе Господнем. А после того, как храм был разрушен, тогда, конечно же, синагоги взяли уже на себя функцию таких вот центров, где проходили богослужения. Служение в синагоге, таким образом, оно не шло параллельно, что ли, служению храма. Это были разные вещи. Совершенно другая функция. Да, совершенно другая функция. И точно так же я бы не вполне согласился с тем, что служение в ортодоксальной церкви, по-видимому, имеется в виду восточная православная церковь, больше похоже на храмовое служение, где все расписано и не пытаются, и где ничего не изменяется. В принципе, достаточно посмотреть на разные церкви, разные направления восточного православия. Там коптская, эфиопская, сирийская, армянская. И как можно увидеть, что там разнятся обряды и порой изменяются. И одни православные, скажем, смотрят с удивлением на других православных, у которых форма богослужения порой бывает гораздо более харизматичная и свободная. И я не сказал бы так же, что у протестантских церквей больше изменений. Может быть, у некоторых, да, но у некоторых вообще никаких изменений не происходит. Уже сто лет. Да, уже сто лет. Может быть, и больше. Со времен Адама у них еще остается все так же. Так что здесь есть много-много таких вот предпосылок, как говорится, assumptions, которые, может быть, не вполне правильные. Но, с другой стороны, я вижу, что в этом вопросе есть рациональное зерно. И это очень хороший вопрос. По сути, вопрос направлен к тому, какие элементы в церкви, в церковном служении могут меняться, а какие не могут и не должны. Вот, на мой взгляд, то, что касается содержания, то есть той истины, которую мы призваны нести в мир и сохранять, это не может меняться никак и нисколько. Это истина незыблема, это истина применима ко всем временам и поколениям. Если ее и нужно транскультуризировать, да, простите мне за такие новые термины, да, изобретание новых терминов, вот, то только в том смысле, что нужно показывать применение этой истины в изменяющихся обстоятельствах мира. Но сама истина никак не меняется в зависимости от изменений даже мира. Так вот, содержание остается незыблемым, неизменным, в то время как формы могут меняться, как меняется наша одежда, меняются, может быть, какие-то социальные устои общества, особенности нашей жизни, нашего быта. В соответствии с этим чуть-чуть меняются формы. Допустим, проводить два собрания или одно собрание, какую музыку использовать, какие музыкальные инструменты появляются. Но форма, конечно же, должна соответствовать содержанию. Если они будут идти в разных направлениях, то it will defeat the purpose, да, то есть, как бы, форма будет разрушать содержание. Я добавлю к этому, пожалуй, один только короткий аспект. Разница между вот этими двумя категориями, которые названы, хотя, опять-таки, условно, потому что в каждой из этих категорий есть своя доза и одного и другого. Но общая тенденция к тому, что в более таких больших или, как здесь написали, ортодоксальных, я бы сказал, в более традиционных церквях, в них больше устоявшихся, больше роли обряда. Обряд играет большую роль. И в церквях протестантских обряд играет меньшую роль. Это можно сказать хорошо и можно сказать плохо. С одной стороны, может быть хорошо, и с другой стороны, может быть плохо. С одной стороны, это может быть чинность. То есть, когда у тебя все организовано достаточно хорошо, и вот этот сам процесс не отвлекает человека от поклонения Богу. А иногда эта форма, она может стать самим предметом поклонения. То есть, когда человек застыл в этой форме, когда эта форма немножко поменяется, то или чуть-чуть кто-то, дьякон какой-то не туда затянул ноту, то все сразу же поклонение Богу не получилось. Форма становится священной сама по себе. Совершенно верно. Да, в то время, как она только инструмент. Когда мы говорим о протестантских церквях, то здесь тоже, может быть, свои элементы подобные. Люди привыкли к одному ходу служения, и он уже постепенно застывает в сознании людей, и уже когда чуть-чуть какое-то изменение, то это достаточно сложно воспринимается. Иисус Христов когда-то сказал Самарянке, когда она спросила, где поклоняться, он сказал ясно, что и не на Горесии, и не в Иерусалиме. И говорит, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. И наша задача заключается в том, чтобы обеспечить в церкви атмосферу и возможность людям поклоняться в Духе и Истине. Организовать служение таким образом, чтобы человек мог иметь здесь акт поклонения Богу, акт встречи с Богом. Может ли молитва человека изменить решение Бога? Как объяснить то, что Бог изменил свое решение после ходатайственной молитвы Моисея за израильский народ? Исход 32 глава. Если Бог принял какое-то решение, представьте себе, что Бог принял решение, и потом человек молится, и Бог меняет это решение. Представьте себе, Бог поменял решение. Первоначально собирался сделать одно, потом помолился, и Бог поменял это решение. Что это означает? Это возможно лишь в том случае, что Бог не знал о том, что будет такая молитва. Почему? Потому что если Он знал заранее, что будет такая молитва, то почему Он принял это решение? Он знал, что будет такая молитва. Знал ли Он, что поменяет это решение? А если Он знал, что поменяет его, почему Он сразу не принял именно такое решение, которое все равно поменяет? То есть, понимаете, да, проблему, которая возникает. Так что, если и можно говорить о изменении Божьего решения, в принципе, ну, как бы, опять же, слова многозначные, здесь это вопрос семантики. Если и можно говорить об изменении Божьего решения, то лишь в определенном смысле. Это такой вот человеческий язык, что ли, да, когда Бог объясняет какие-то вещи нашим человеческим языком так, как это выглядело бы для человека. Нередко бывает так, что Господь объявляет о каком-то своем решении библейским пророкам, но объявляет о нем именно с той целью, чтобы побудить пророка ходатайствовать о предотвращении, скажем, какого-то суда, какого-то бедствия. Бог объявляет о своем решении. Пророк ходатайствует, и Бог говорит, ну вот, по твоему ходатайству, да, или по вашей молитве я отменяю вот это вот решение. Но это не значит, что он сначала не знал, что это будет, да. Вот, он с самого начала, он так и сделал, он и объявил это решение, подразумевая, что это побудет к молитве, да, и что вот на этом основании он поступит иначе. Или когда в Неневии, допустим, он посылает пророка Иону говорить такие слова «еще 40 дней, и Неневия будет разрушена». Вот, это тоже, казалось бы, это решение, да, но это решение, которое не окончательно и бесповоротно, а это решение, которое… Предполагает. Предполагает, что если они обратятся, то этого не будет. Потому что зачем иначе объявлять людям, если всё равно они ничего не изменят, и он всё равно их уничтожит, да. Об этом нужно было Ионе проповедовать и объявлять это решение именно потому, что Бог собирался его отменить, подразумевая, что они могут покаяться. Кстати, именно так Иона и прореагировал в конце, говорит, я знал, что ты всё равно их помиловишь. Да, совершенно верно. То есть, иногда Бог объявляет о каких-то своих решениях, подразумевая, что если люди покаятся, то этого не произойдёт. То есть, Он показывает им, вот смотрите, что вам угрожает. В чём Его и милость к нам снисходит к нам. То есть, если сказать другими словами, Бог, Божье решение, оно предполагает в себе инструменты, оно предполагает в себе объявление этого факта, инструмент, то есть молитва, в данном случае молитва Моисея, или же проповедь Ионы, или же какие-то другие. Наши молитвы, может быть, в каких-то ситуациях, нам, конечно, Бог не объявляет, но мы видим какие-то вещи, которые идут в одном направлении, потом церковь молится, люди молятся, и мы видим, как изменяется картина. То есть, это инструменты, предусмотренные Богом для достижения установленной цели. Следующий вопрос. Они немножко разные по тематике, потому что они постепенно приходят. Вопрос по поводу двойного предопределения. В Римлян 9.22 написано о двух разных видах сосудов, которые готовятся. Является ли здесь, является ли это предопределение, Божье предопределение для неба или для ада? Вообще предопределил Бог людей к аду? Насколько я понимаю, и на мой взгляд, по моему убеждению, Библия нигде не говорит, что Бог предопределил кого-либо к аду. По крайней мере, прямого такого вот заявления, прямого указания нет. Скажем, в Римлян 9.22 стихе даже говорится, что он, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели. В 23 стихе сказано, дабы вместе явить богатство славы свои над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Вот, любопытно обратить внимание на разницу в выражениях даже, как апостол аккуратно и тонко проводит вот такое вот разграничение. Он в отношении одних сосудов, он говорит, что они готовые, то есть они имеют все необходимое для того, чтобы погибнуть. Вот, в отношении других говорится об активном действии Бога, он приготовил к славе. Вот, и это действие, оно только в отношении одной группы, так прямо напрямую об этом написано. В чем проблема учения о двойном предопределении? Сейчас я сначала это расскажу, потом начну делать много-много оговорок. Значит, в чем проблема учения о двойном предопределении? Оно предполагает состояние нейтральности. То есть состояние нейтральности, вот это вот такие вот чистые листы, вот, ничем, ни к чему не расположены. И вот из этого нейтрального состояния Бог одних предопределяет к спасению, других предопределяет к погибели. Но, насколько мы понимаем библейское учение, такое состояние нейтральности просто не существует. Человек уже после грехопадения, все люди находятся отнюдь не в нейтральном состоянии, а в состоянии уже погибели. То есть они являются сосудами готовыми к погибели. Вот. И часть из этих сосудов, готовых к погибели, Господь приготовляет к славе, да. То есть из вот этой группы, из всего множества людей, которые уже готовы к погибели и уже не нейтральны, и уже направляются в ад. Бог берет, и некоторые из них как бы оттуда вытаскивает, разворачивает. То есть предопределение в этом смысле одноплановое, только предопределение ко спасению. В то время как к погибели они уже и так готовы, и они сами туда идут, направляются, их не требуется даже предопределять к этому. Вместе с тем, позвольте сделать оговорку. На самом деле, вот хотя я сказал, что выразил такие сомнения в отношении теории двойного предопределения, вот опять это вопрос семантики, в эти слова можно вкладывать разный смысл. Вместе с тем, можно сказать и по-другому. Можно сказать, что на самом деле все христиане верят в двойное предопределение. Только здесь нужно ввести еще одно разграничение. Какое предопределение? Условное или безусловное? Безусловное предопределение что означает? Это что вне всяких условий, не выдвигая никаких требований, просто Бог предопределяет. Одни безусловно погибнут, другие безусловно спасутся. Вот, это безусловное предопределение. Условное предопределение это если, когда ставятся условия, да, conditions, если. Если вы будете грешить, то вы погибнете. Если вы, допустим, обратитесь, то вы спасетесь. Так вот, все верят в двойное предопределение. Просто все верят в это немножечко по-разному. Есть те люди, которые верят, что верят в двойное безусловное предопределение. Извиняюсь, наоборот. Верят в двойное условное предопределение, что Бог одних людей предопределил к погибели таким вот образом, что если вы будете грешить, то вы будете определены к погибели. Других он предопределил тоже условно ко спасению. Если вы решите уверовать, сами решите уверовать, то вы спасетесь. Вот это двойное условное предопределение. Это армянианская позиция. Они тоже верят в двойное предопределение. Есть другая позиция, двойное безусловное. Это когда Бог предопределил без всяких условий одних к погибели, других ко спасению. Но я уже говорил, что проблема здесь подразумевается состояние нейтральности. Что он безусловно из нейтрального состояния одних предопределяет погибель, других ко спасению. И есть эта позиция гиперкальвинизма. И есть позиция, ну или можно сказать, я боюсь слишком большие слова употреблять, но, наверное, рано или поздно вы где-то их услышите. Это позиция супралапсарианства. Я не буду вдаваться во все подробности. И есть позиция, одно предопределение условное, другое безусловное. Вот. Согласно этой позиции, значит, Бог предузнал в своем замысле, что все люди окажутся в состоянии уже погибели, будут сосудами готовыми к погибели. У них есть все, чтобы погибнуть, иными словами. Вот. И из этого состояния, когда они уже идут к погибели, Он некоторых безусловно предопределил ко спасению. То есть не если вы уверуете, а просто вот я сам своим решением, да, и я дам вам уверовать, да. Вот это важный момент, потому что, здесь мы, конечно, сразу затронем кучу других вопросов, да. Вот это исключает всякую человеческую заслугу. То есть человек ничем не может похвалиться, он не может сказать, ну, вот я уверовал, а он не уверовал. Я чуть лучше понял, там, он чуть хуже понял, и так далее, и тому подобное. Так вот, это позиция, когда предопределение ко спасению безусловное, а предопределение к погибели условное. Предопределение к спасению безусловное, это значит, что вот Господь своим суверенным решением определил, кого Он призовет эффективно, вызволит вот из этого состояния погибели. Предопределение к погибели другое, условное, то есть, что если вы будете грешить, то погибнете, и поскольку они будут грешить, то действительно погибнут. Вот это позиция умеренного кальвинизма, так сказать, или инфралабсарианства. Я скажу теперь без супра и инфра пару вещей, которые, я думаю, нам объясняют это явление. Очень ясно. В Писании 1 Петра 2 глава 8 стих там написано о людях неверующих, и написано очень конкретно, на что они оставлены, те, которые притыкаются. То есть, ясно сказано, что они оставлены там, где они были. Это то, что Алексей объяснил, что это не нейтральная позиция, это люди находятся в определенном положении. И потом, если вы посмотрите в книге Откровения, 20 глава, то здесь описывается суд последний у Великого Белого Престола. Здесь написано, увидел я мертвых, 12 стих малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть в книге жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И дальше написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть, если говорить о условии или не условии, то здесь очень ясная картина. Спасение по благодати, погибель по делам. Погибель ясно по делам, в соответствии с делами. Они были судимы по делам своим. То есть, это условное, да? Как тогда объяснить послание Иуды, 4 стих, где говорится, ибо вкрались некоторые люди из древле, предназначенные к этому осуждению. Предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это 4 стих. Ну, в общем-то, точно так же, как вот только что было объяснено, я думаю, что это очень хорошо согласуется со всем, что говорилось. То есть, они были предназначены к тому, чтобы быть оставленными на это осуждение. Издревле предназначенные к этому осуждению. Алексей Алексеевич. Вспомни, согласен. Здесь есть еще один очень важный фактор. Библия нигде не говорит о том, что Бог может быть активным творцом греха. То есть, ему грех чужд, и он не может сотворить грех, чтобы человек каким-то образом в результате этого стал объектом вечного осуждения в аду. Библия говорит, ясно, что человек сам избрал такое положение. Хорошо, еще один сложный вопрос. Мы потом перейдем к более практическим. Хотя эти важны вопросы. Ответственность за грех. Римлянам 9 глава апостол Павел спрашивает или задает риторический вопрос в стихах 14 и 19. Он задает вопрос насчет справедливости Божьей. Есть ли какие другие ответы на этот вопрос, помимо тех, которые даются в самом тексте? Что ты творение? Или если Бог полюбил Иакова, но он воздиновидел Исава, как ты можешь или как можно сделать его ответственным? Я согласен с апостолом Павлом, Бог имеет право, как Бог, но есть ли еще какое-то большее, более ясное объяснение? Или дальнейшее объяснение? Further explanation. Еще раз, еще раз уточни вопрос, если ты его понял. Я не совсем не понял, в чем же суть, другие места, говорящие о чем? О том, что человек несет ответственность за грех? Есть ли какие-либо дальнейшие объяснения или ответы на этот вопрос? Какой вопрос? На этот вопрос, который задается в этом тексте. Если Бог полюбил Иакова, но воздиновидел Исава, как мы можем сделать Исава ответственным? Окей. То есть вопрос справедливости Бога или ответственности Исава? Похоже, и справедливости, и ответственности, наверное, и то, и другое. Баланс между двумя. Ты хочешь сказать? Ну, можно, наверное, сказать так, что, во-первых, мы об этом чуть-чуть говорили, вот об этих текстах, как раз в цикле наших бесед. И, может быть, более подробный ответ вы могли бы услышать, если возьмете вот эти вот DVD, впоследствии, когда они будут записаны, изготовлены. Более коротко я бы, может быть, ответил таким вот образом, что это на вот этих вот вопросах апостола Павла, в общем-то, заканчивается вся дискуссия о предопределении. Потому что мы в конечном итоге остаемся с тем, с чем остался и сам апостол Павел. И дальше этого мы не можем пойти, мы можем сказать только, неужели неправда у Бога? Неужели Бог несправедлив? Вот. И кто ты человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник? То есть, в конечном итоге мы остаемся вот с этим вот вопросом, не властен ли горшечник? Он имеет власть, он имеет право так сделать. Вот. Здесь много, конечно, вопросов взаимосвязано с этим, и мы многих касались в процессе этой беседы. Вот. Но в конечном итоге мы должны признавать, что здесь есть тайна, и мы не сможем ответить на этот вопрос как-то иначе. Мы должны будем вернуться к тому, что говорит апостол Павел. Если только мы найдем какое-то простое и логичное объяснение, а, ну вот, смотрите, это же просто все, вы все неправильно понимали, вот все те тексты на самом деле об этом не говорят, а говорят о другом, вот оно, то слова Павла теряют смысл. Вот. Если мы только будем понимать те тексты Писания, о которых говорит Священное Писание, да, все тексты о предопределении, вот, at face value, да, если мы будем воспринимать так, как они есть, то мы обязательно вернемся вот к этому, и на этом же должны будем и остановиться, потому что сам Павел, в общем-то, дальше не сильно далеко идет, он дальше еще один маленький-маленький логический шажок делает, как раз насчет сосудов, насчет того, что Бог желал показать над этими сосудами. Вот. Но и все, на этом заканчивается. Я сделаю три небольших ремарки по поводу этого. Первое. Если мы говорим по поводу ответственности Исава за грех, нам нужно ясно понимать, что Исав рождается уже грешным. Он еще не несет ответственности, как только он входит в возраст ответственности, он несет ответственность. Речь не идет о том, что Исав рождается, и Бог его делает грешным. Исав рождается от человека, происшедшего от Адама, и поэтому он имеет, так же, как и все люди, происшедшие от Адама, он имеет эгоизм, он имеет свою собственную систему ценностей, и он раб своих собственных похотей. Таким образом, Исав несет ответственность за то, что он уже во грехе. Это первая ремарка. Вторая ремарка по поводу справедливости Божией и того, что говорит здесь ответ вот такой, ну, упрощенный, казалось бы, невластенный горшечник делать со своим сосудом, с этими сосудами из глины, которые он делает. И многие люди воспринимают это как какое-то упрощение, которое просто Павел применяет, чтобы уйти от сложной дискуссии. Но поверьте, что апостол Павел был гигантским умом, и не просто гигантским умом, а знакомым, феноменально знакомым с философией греков на то время. И очень хорошо знавшим Ветхий Завет, знавшим его на еврейском языке от бабки своей и матери своей. Мы сегодня должны изучать, некоторые легче его изучают, а некоторым приходилось, до сих пор приходится еще учебники, вот, очень долго учить, для того, чтобы изучить этот язык. Так вот, апостол Павел знал его очень хорошо, знал Ветхий Завет очень хорошо. И если мы скажем, что кто-то сейчас говорит о том, что Павел прибегает к упрощенческим каким-то формам, то это недооценивать ум и величие интеллектуальных способностей апостола Павла. Но для того, чтобы удовлетворить уже желающего, я приведу еще один текст, который об этом говорит. Возьмите и хорошенько изучите книгу Иова, и вы обнаружите в этой книге тот же самый сценарий, абсолютно тот же самый сценарий, только здесь несколько стихов, а там вся книга. Комментарий. Совершенно верно, это комментарий на эти стихи. Суть его в следующем, что как сам Иов, так и его три друга, они смотрят на ситуацию, в которой он находится, и они говорят, несправедливо. Ну, правда, эти говорят, что, скорее всего, ты согрешил, и поэтому, иначе ты не можешь нести такие тяжелые последствия. То есть, они не принимают версию Иова по причине того, что они думают, что она несправедлива. Ну, а версия Иова была же правильной. То есть, Иов в действительности не согрешил, то есть, причиной этих страданий были не грехи Иова. Когда заканчивается все, Бог появляется, Бог является Иовом, и Он ему не дает пространных объяснений по поводу сути того, почему он допустил эти страдания, он говорит ему то же самое, что Павел говорит здесь, не властен ли горшочник делать то, что он хочет со своей гриной. Он вызывает его и говорит, ну-ка припаяшься, я теперь буду тебе объяснять. Где ты был, когда я лепил эти горшки, да? Да, да, да. И последняя ремарка, которую здесь обязательно нужно сделать. Когда апостол Павел заканчивает вот эту часть, 9, 10 и 11 главы, которая заканчивает вместе с тем всю часть представления Евангелия, которая представлена здесь в первых 11 главах, он заканчивает очень интересной песней или поэтической частью, такой вставленной в это послание, 33 стих 11 главы. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неиследимы пути его, ибо кто познал ум Господень или кто был советником ему». То есть он видит все это, и он говорит, это просто превыше всяких интеллектуальных способностей, которые только когда-либо были у людей. Можно ли мне еще одну небольшую ремарочку тоже сделать? Вот предыдущие слова натолкнули меня на такое уточнение, которое, мне кажется, будет важным для того, кто задавал этот вопрос наверняка. Вот очень часто, когда люди спрашивают, ну, если Бог этого человека не избрал, допустим, как он может его судить, разве это справедливо? Как правило, рисуется в воображении такая вот картина, очень простая двухмерная картина из двух элементов, по сути. Так, вот этого он избрал и спас, а вот этого не избрал, и он погиб. Но это же Бог не избрал. Почему он погиб? Да, как можно его судить за то, что Бог его не избрал? Но вот эта двухмерная картина, простая картина из двух элементов, как я сказал, она на самом деле глубоко неправильная, потому что она упускает настоящие элементы, которые присутствуют в этой картине. Дело в том, что когда Бог судит грешника, как уже Алексей Алексеевич упоминал несколько раз, на основании нескольких текстов Священного Писания, Бог судит его не за факт избранности или неизбранности. То есть, если представить себе Божий суд, вот судья и вот скамья подсудимых, и там, значит, сидит вот этот вот грешник, которого Бог судит, то Бог его спрашивает не так вот, а был ли ты избран? И тот отвечает, нет, не был избран. Ну все, тогда, значит, ты осужден. Не так происходит суд, вы это понимаете, да? Все же это понимают, что Бог судит не за то, был ли человек избран или не был избран, вопрос будет совсем другой. Вопрос был, грешил ли ты? И вот доказательство твоего греха. То есть, Бог судит его не за то, что он не избран, а за то, что он грешник. Поэтому здесь абсолютно нет никакой несправедливости у Бога. Вот, а избирать всех он был абсолютно не обязан. Бог не был обязан избирать хотя бы кого-то одного. Если бы никто не был избран, и все люди после грехопадения так же и направлялись прямиком в ад, был ли бы Бог несправедлив? Не на йоту. Грех есть, должно быть наказание. Направляются в ад, пожалуйста, это их выбор. То есть, Бог был бы абсолютно справедлив, если бы не было ни одного избранного человека. И то, что Бог все-таки решил в своем замысле устроить иначе, чтобы вот эта вот толпа, среди всей этой толпы, направляющаяся в ад по своему собственному выбору, грешащих и которые будут осуждены за свои грехи, Бог решил избрать некоторых. И причем избрать на самом деле даже ни одного и ни двух человек. А как мы понимаем и знаем, это тысячи и миллионы людей за всю историю церкви, то мы понимаем, насколько милости в Бог. Да, во времена, помните, Илии, там Господь сказал, тот думал, что вообще один остался. Господь ему сказал, я соблюл себе сколько? Семь тысяч. Это во времена Илии. В тот момент, когда пророк думал, что остался один. Что же говорить о тех временах, когда пророки видят толпу поклонников истинного Бога Яхвы, да? То есть, это на самом деле миллионы людей, я даже, может быть, рискну предположить и миллиарды за все годы земной истории, и Господь их избрал, и Господь их спас. Это настолько великая милость. Вот мы должны как бы правильно, we need to get some perspective here, да? Мы должны правильно, с правильной точки зрения на это взглянуть, и тогда мы увидим, что на самом деле Библия учит очень логично. Все эти тексты очень хорошо друг с другом сочетаются, и все это вполне справедливо. Вот. Остаются, конечно, у нас вопросы, несомненно, но, как Вы хотели, если мы имеем дело с Богом, а не с равным нам человеком, да, в Боге должно быть что-то непостижимое. Я хотел еще что-то сказать, но уже, наверное, время много, да? Слишком много. Может быть, я добавлю вопросам. Мы чуть-чуть сегодня больше возьмем, чем 8.30. Несколько вопросов еще доктринального характера. Еще сейчас подошли вопросы, которые могут немножко помочь. Разница между предузнанием и предопределением есть? Если есть, то в чем? В трудах Джана Маккартура эти понятия считаются равнозначными. Внесите ясность. Это, опять же, вопрос семантики. Как и во многих других случаях, мы сталкиваемся с тем, что какое-то слово может быть многозначным и употребляться в разных терминах. Если смотреть ранних авторов, причем не только христианских авторов, но и просто философов, которые писали на эту тему, не христианских, в том числе греческих и римских философов, термин предузнание употребляется как синоним термина предопределения. Более того, в Новом Завете, я думаю, что, наверное, как раз Алексей Ильич ищет этот текст, но, может быть, я тогда и предоставлю вам его. В первом послании Петра, в первой главе, там какой, 21, кажется, стих или? Сейчас уже. 20. 20 стих. 20 стих, где русский синодальный перевод очень точно переводит, да, где говорится, что Христос является агнцем предопределенным, да? Предназначенным. Предназначенным, предназначенным, да, в русском синодальном переводе. Но любопытно заметить, что в оригинале используется слово предузнание, прогеноско, знать заранее, предузнание. То есть Христос здесь назван в 20 стихе, что агнцем предузнанным прежде создания мира. Предузнанным прежде создания мира. То есть даже в самом Новом Завете слово предузнание используется как синоним предопределения. Понятно, что Христос не мог быть просто пассивно предузнан, да, что Бог как бы заглядывает в будущее, Отец заглядывает в будущее и смотрит. Интересно, а кто же будет агнцем? И вдруг раз, 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 как это само собой развивается. О, ничего себе, вот, оказывается, кто будет агнцем. Да, это же... Мой сын. Да, мой сын. Это невозможно просто, да, потому что есть единство, божества, есть решение Бога Отца и требование, чтобы его сын был агнцем и так далее и тому подобное. Да, вот иду исполнить волю твою. То есть это не просто пассивное предузнание, заглядывание в будущее. Слово предузнание используется в Новом Завете как синоним предопределения. И не только в Новом Завете, как я уже упомянул, у многих классических философов. Вот. И на самом деле, когда люди подходят к решению вопроса о предопределении с точки зрения разграничения понятий предопределения, то есть как решение, и предузнание, как заглядывание вперёд в будущее, на самом деле они никак ровным счётом не решают вопроса, только откладывают его всего лишь на один шаг. Да, на одну ступень. Потому что если Бог предузнал будущее, допустим, Бог просто пассивно предузнал, кто спасётся, а кто не спасётся. Кто сам решит уверовать, кто решит не уверовать. Просто пассивно предузнал. Сам никак не определил и не решил. Предположим, предположим, да? Но Бог предузнал это будущее. Может ли это будущее измениться? Нет, конечно. Нет, конечно, да, потому что если бы оно изменилось, то Бог бы ложно его предузнал, да? Вот, а зачем вы тогда молитесь о погибающих? Вы что, думаете, что это что-то изменит? Будущее не может измениться. Тогда зачем молиться о погибающих? Будущее не может измениться. Зачем вы будете свидетельствовать неверующим? Ведь всё равно, кто предузнан, тот спасётся, кто не предузнан, тот не спасётся. Как вы будете свидетельствовать? Не надо свидетельствовать, потому что будущее фиксировано, определенно не изменится. И видя, что на самом деле армянинство никак не решает вот этой логической проблемы, современные армяниане пошли на шаг дальше. Среди них появилась когорта, которая стала говорить, что Бог не знает будущего, потому что вот учение о том, что просто Бог пассивно предузнает будущее, оно ровным счетом ничего не решает. Вот. А вдобавок ко всему еще и библейские все тексты перековергивает. Вот. Так вот, появилась вот эта вот когорта, это учение об открытости Бога, так называемое, open theism, да, в английском, которые так и говорят, да, мы видим эту проблему, мы понимаем, что вот так быть как бы не может, да, или очень не хочется, вот, поэтому мы должны будем сказать, что Бог и не знает будущего. Я дополню то, что сказал Алексей тем, что несколько собраний тому назад, несколько недель тому назад я проповедовал на второй стих, первый и второй стихи 1 Петра, 1 глава, и там мы достаточно подробно разбирали значение этого слова, избрание, предузнание, предведение, потому что в стихе 2 используется это же самое слово, прогеноска, немножко в другой форме прогносис. То есть, если вы хотите получить более подробную информацию, вы можете взять эту проповедь и послушать, или пойти на интернет, найти ее там и послушать. Но там я приводил такой возможный сценарий. Если, допустим, мы предположим, что Бог находится в вечности прошлого, и Он из вечности прошлого заглядывает в будущее и видит вот там большую-большую группу, просто коридоры людей вот в веках, миллион, миллион, миллиарды людей по всей этой площади, то то, что Он видит там, описано в 3 главе послания к римлянам. Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного. То есть, если Он просто заглядывает вот оттуда, то это все, что Он видит, вот эта реальность. Некоторые, правда, говорят, что вот то, что написано здесь, это просто вот на момент, когда Павел писал это. Вот на этот момент не было праведного ни одного, никто не искал Бога. А потом чуть-чуть позже уже кто-то заискал, или чуть-чуть раньше до него тоже кто-то заискал. Но Библия не дает никаких индикаторов, что это так. Даже более того, Павел цитирует слова из Псалма, которые были написаны за тысячу лет до него Давидом. Так что и за тысячу лет до него никто не ищет Бога, и во время Павла никто не ищет Бога. Да, но самое главное, что здесь, в этой же 3 главе, предлагается гигантское решение всей проблемы греха Евангелия. То есть, это ясно, что это стратегическое решение, это не решение ситуации только одной какой-то, о которой Павел говорит, а это стратегическое решение всей ситуации, всего того, с чем связана проблема человеческого греха. Хорошо, братья, у нас еще есть несколько минут. Я хотел бы, чтобы мы затронули несколько видов вопросов. Один касается церковной жизни, другой касается семейной жизни. Это будет хорошая возможность для нас закончить этот день этими вопросами. Вопрос к Алексею Прокопенко. Он немножко длинный, я попробую его сократить, если вдруг... У тебя он тоже, кстати, есть, ты можешь посмотреть. Я зачитаю основные тезисы в этом вопросе. Известно, что благодаря Божьей милости, выразившейся в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, люди сегодня имеют удивительную возможность быть прощенными. Если человек, член церкви, по-настоящему переживающий о совершенном, серьезном грехе, против кого этот грех направлен, и сознающий, отдающий себе в отчет в том, против кого этот грех направлен, и сознающий, что Бог был свидетелем его греха, приходит к братьям с тем, чтобы признать перед Богом глубину своей греховности, покаяться и искренне попросить помощи у братьев. Насколько целесообразным является сохранение пастырями конфиденциальности обстоятельств, связанных с данным человеком и совершенным им грехом? В чем польза для раскаившегося человека в публичном обнародовании с кафедры, его имени, обстоятельства и его греха? И затем, не будет ли это пищей для возникновения сплетен, дальнейшим отталкиванием раскаившегося за счет сознательного бойкота, и примером, на основе которого другие грешники, которые хотели бы раскаиваться, будут впредь опасаться рассказать о своих грехах? То есть человек раскаялся, приходит к братьям, насколько это необходимо говорить всей церкви, почему это нужно? Ну вот по тому, как вопрос сформулирован, я вижу, что меня стараются просто put on the spot here, да, то есть вот, или как бы посадить меня в горячую сковородку, on the front end, вот, потому что, насколько я понимаю, этот вопрос предполагает какую-то конкретную ситуацию, вот, и поэтому мне хотелось бы сразу сделать такую оговорку, что если автор этого вопроса имеет в виду какую-то конкретную ситуацию, то, пожалуйста, пожалуйста, не используйте мой ответ для того, чтобы как-то свою правоту, как вам кажется, отстаивать в противовес, допустим, каким-то решениям, которые могли бы быть приняты в церковном руководствах, допустим, в вашем случае. Я сразу хочу сказать, что я не знаю вашей конкретной ситуации, поэтому все, что я скажу, не будет касаться лично вас, и, пожалуйста, не записывайте меня в сторонники себе, да, в свою группу поддержки, вот. Возможно, если бы я узнал вашу личную ситуацию, и, может быть, даже и ответ мой был бы другим. Но вот общие принципы, на мой взгляд, такие можно обозначить. Мы знаем, что действительно, с точки зрения Священного Писания, церковная дисциплина останавливается тогда, когда есть искреннее покаяние. Однако покаяние подразумевает, то есть много оговорок нужно сделать, покаяние подразумевает не просто слова. То есть, когда, допустим, человек приходит и, плача крокодильными слезами, говорит, там, согрешил я, вот, 15 лет живу в блуде, простите меня, вот. Пришел покаялся, да, 15 лет до этого жил в блуде, вот, пришел потом и плачет крокодильными слезами. Вот одних слов в данном случае будет недостаточно, да. Я 15 лет, я тут у вас пастором в церкви, ну, нет, это не в этой церкви, допустим, теоретически. Я у вас 15 лет пастором, вот 15 лет я вам проповедую о святости, 15 лет живу в блуде, но теперь я покаялся, и теперь никому об этом не говорите. Представляете, да, ситуацию? Вот это, это, вот эти слова и эти слезы будут значить очень мало, на самом деле, если человек 15 лет обманывал церковь, вот. Поэтому здесь, вот, когда Библия говорит действительно о церковном взыскании и об остановке церковной дисциплины, подразумевается настоящее покаяние. Настоящее покаяние, как мы знаем, выражается не только в словах, но в изменении образа мыслей. То есть при беседе с человеком пасторы должны быть способны убедиться, что он действительно верно мыслит о своем грехе и о причинах этого греха, и о том, как ему правильно нужно поступать. И оно подразумевает также изменение образа действия, изменение поведения человека, как Иоанн Креститель говорил, сотворите же, да, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите плод достойной покаяния. Вот, то есть покаяние ваше должно выражаться в делах. Так вот, это первый принцип, да, действительно, если есть признаки настоящего покаяния, то церковное взыскание останавливается, и конфиденциальность сохраняется вот на этом уровне. Если это на уровне один на один было обличение, человек покаялся, вот на уровне один на один и остается, на уровне двух-трех свидетелей, на этом уровне остается и так далее. Но если о грехе человека знало большое число людей в церкви, вот, то этот грех будет, Писание использует такой образ, закваски, да, вот этот грех, об этом грехе знало большое число людей, и теперь вот этот вот грех, этот пример заквашивает тесто, заквашивает всю церковь, как Левен, да, вот, и он будет оказывать влияние, несомненно, на других людей. Так вот, чтобы остановить влияние этого греха, требуется порой сказать людям о том, что факт греха был, было обличение, что церковь серьезно относится к этой ситуации, что люди в церкви, они не будут думать, что, ну вот мы знаем, что этот человек там столько-то грешил уже так долго времени, а тут вдруг раз и церковное руководство все это замяло, как будто ничего не произошло. Подумаешь там, сказал он и слезу упустил. Вот, понимаете, чтобы такого не было, чтобы это не влияло негативно, разлагающе на атмосферу во всей церкви, чтобы все члены церкви понимали серьезное отношение к греху, иногда требуется сказать всей церкви. Ну и более того, покаяние подразумевает исправление последствий. То есть покаявшийся человек обязательно не только признает свою вину и прекращает грешить, это само собой разумеется, но он и старается сделать все от него зависящее, чтобы исправить последствия своего греха, если это только возможно. Ну, допустим, если я возьму и украду у брата Виталия машину, буду на ней кататься и разобью ее, вот, и потом я приду к нему и покаюсь, я буду плакать, я пущу скупую мужскую слезу, вот, я признаю свою вину, я скажу, что виноват, согрешил, вот, и я больше никогда этого не буду делать. Ну, никогда больше не буду я красть ни у Виталия машину, ни у кого другого, просто не буду больше красть машину. Ее нет. Ну, мало ли, вдруг потом появится. Ну, так вот, я никогда больше этого не буду делать. Достаточно ли это для покаяния? Нет. Я разбил чужое имущество, я взял, присвоил себе, я его разбил, а теперь я просто отделываюсь словами. Нет, этого недостаточно для покаяния. Покаяние настоящее, оно подразумевает возмещение ущерба. То есть, я должен буду пойти работать и каждый месяц, там, по чуть-чуть от своей зарплаты Виталию возмещать тот ущерб, который я принес, разбив его машину. Это последствия моего греха, и покаяние подразумевает возмещение ущерба. Вы помните, Закхей сказал, он не просто сказал, там, Господи, каюсь, да? Он сказал, кого чем обидел, воздам вчетверо. То есть, я верну все то, что я у людей украл. И Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему, да? Так вот, в случае, когда о грехе становится широко известно в церкви или в каких-то группах внутри церкви, широко известно другим людям, то возмещение ущерба подразумевает, что человек говорит другим людям тоже. Те, которые знали о его грехе, те же люди должны узнать и о его покаянии или о том, скажем, наказании, которое, может быть, на него церковь решит наложить. Так вот, на мой взгляд, вполне возможно и разумно и оправданно с библейской точки зрения бывает, несмотря на признание своей вины, говорить другим людям о том, что, о факте согрешения, вот, чтобы закваска не распространялась в церкви. Но делать это нужно, конечно же, правильно. Делать это нужно правильно и тоже разумно и по-библейски. Алексей Алексеевич, вам вопрос. Бытие 1, 28. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Стоят ли слова плодитесь и размножайтесь в повелительном наклонении в этом тексте, являются ли они актуальны сегодня? Если да, можно ли рассматривать применение противозачаточных методов как двойное неповиновение? Не стремимся... Первое. Не стремимся ли мы к исполнению этого повеления? Явно противимся. Второе. Останавливая этот процесс и недоверие Богу. Если написано, что даже волосы наши сочнены, то не проявляем ли мы неверие, когда идет вопрос о рождении вечной души? Да, я не могу сейчас сказать точно, в какой форме там стоит в оригинале относительно того, этих глаголов плодитесь, размножайтесь. Но, насколько я могу припомнить, то, да, они переводятся обычно как повелительное наклонение. И действительно, это Божье намерение. Когда Он создает людей, когда Он создает брак, это Божье намерение, чтобы они могли наполнять землю. И одна из их функций, как Бог создал брак, это то, что они способны рождать детей. Здесь есть несколько вопросов с этим связанных. Если ты дашь мне этот вопрос, чтобы я мог видеть его перед своими глазами. Не стремимся... Да, первое, что мы не стремимся к исполнению этого повеления. Скажите, пожалуйста, как может незамужняя девушка стремиться к повелению? Она человек? Она человек. Как она может стремиться исполнить это? В любом случае, большинство из них. Как она может стремиться исполнять это повеление? Значит ли это, что она должна вступать в небрачную связь для того, чтобы рожать детей как можно больше? Это же повеление Божье для того, чтобы заполнять землю. Явно, что не значит. То есть, это ясно, что это повеление имеет определенную ограниченность. Точно так же люди, которые... Если взять мужчину, мужчина способен к воспроизводству гораздо более длительный период, чем только женщина, чем его жена. Значит ли, что когда у жены уже истек срок, когда она способна рождать детей, что он должен продолжать исполнять эту заповедь? Имея где-то каким-то образом детей еще, кроме того. Или значит ли это, что ему нужно брать еще жен? То есть, мы видим, что явно это повеление говорит о общей предназначенности брака, что брак является инструментом воспроизводства потомства. То есть, дети рождаются, которые в свою очередь рождают детей, и таким образом заполняется земля. Я слышал относительно этого одну шутку. Один человек говорил как-то другому, кто ему цитировал этот текст, «Ты не думай, что ты один должен это все сделать». То есть, наполнить землю. Вот. Это первое. Второе. Когда мы говорим о противозачаточных методах, как здесь написано, применение противозачаточных методов, это совершенно другой вопрос. То есть, мы уже определили, что в определенных ситуациях это повеление не действует. Это повеление, точно, это повеление. И каждый человек, каждая семья, каждый человек, вступающий в брак, он должен знать, что это Божье желание и намерение, чтобы у них были дети, если он им даст. И чтобы они не избегали рождения детей по причинам самолюбия. То есть, это абсолютно ясно, что это действительно Божье предназначение. Но могут быть другие причины. Могут быть причины здоровья. То есть, когда у женщины нет способности родить следующего. Или же, я слышал неоднократно такие факты, когда она уже умирает. Но так, как братья или люди вокруг говорят, написано так. Причем чаще говорят-то не те, кто умирает. Те, кому детей рожать гораздо легче. Точнее, они их не рожают, они просто содействуют тому, чтобы этот процесс пошел. Я даже слышал одного, как он говорил, так, а ничего, Господь другую даст. Жена уже там с каким-то восьмым или девятым, и врачи запретили рожать, и он говорит, ну что ж, ну если так надо, то уже примем эту скорбь. Есть же заповедь. Да, да, есть заповедь. То есть, ясный факт, что Библия говорит очень конкретно, что это не для, не абсолютной задачи каждого человека, вот просто плодись, размножайся, размножайся, везде, где попало и как попало. Есть еще следующий фактор, связанный с этим. Не только здоровье. Когда мы говорим о том, что человек рождает, производит потом, что он ответственный за него. Я только что разговаривал с одним братом сегодня. Он рассказывал мне за своих знакомых, у которых много детей. Они чуть-чуть не догнали большую семью, которая у нас есть здесь. Вот, чуть-чуть не догнали. Вот, и когда этот брат, с кем я беседовал, он говорит, я встретился с этим человеком, знал его давно, и встретился, увидел, большая, очень большая семья. Вот, увидел, как они очень отвратительно плохо себя вели там, там, где он был. Вот, и спросил у него, «А как вот ты с детьми говоришь о Боге?» Он говорит, «Когда?» «Когда?» «Я сейчас вот с ночи пришел только, вот, вывел их здесь, чтобы они хоть дом не разнесли там дома. Вот, и теперь вот, пока они здесь, я сплю в машине, потому что я же должен опять идти на работу». То есть, если количество детей такое, что человек не в состоянии их вырастить, то разве это разумно, брать на себя ту ответственность, которую ты не можешь практически реализовать? Следующий вопрос. Применение противозачаточных методов, это, я думаю, что это совершенно другой вопрос. Это вопрос, касающийся уже относительно механизма или инструмента. Мы ясно понимаем, что, да, это не всем дано это повеление. То есть, это повеление дается в общем, это общее повеление, но речь не идет о индивидуальной обязанности каждого человека выполнять это повеление настолько, насколько это возможно. Это ясно. Дальше, есть причины, по которым оно не выполняется. Это грех может быть, это здоровье может быть, это отсутствие способности этому потомству дать нормальную жизнь. И дальше, следующий вопрос по поводу методов, каким образом эти вопросы могут регулироваться. И это немножко дальше идет уже. Этот вопрос идет немножко дальше. Он непосредственно связан с ролью сексуальности, сексуальных отношений между мужем и женою. Являются ли их предназначения только для того, чтобы произведить потомство? Или же их предназначение другое? И мы видим достаточно ясно, Священное Писание объясняет, что, безусловно, это наивысшая форма общения между мужем и женой, которая написана в Первом Послании к Оримфинам о том, чтобы люди, чтобы мужья и жены, чтобы они делали это регулярно написано, что написано только для упражнения постей и молитвы и так далее. По поводу того, насколько возможно применять эти средства или невозможно, или какие возможны и имеется ли библейское обоснование для этого. Точно так, как люди применяют разного рода лекарства. Люди же применяют лекарства, что не просто так, но вот без воли Господа не упадет волос с головы. Хорошо, но тогда, если у тебя насморк, без воли Господа не упадет за ничего, то зачем тогда пить таблетки? Вот ты же просто так вот живи и... Ну и... Или нос вытирать. Ну, про сопли-то ничего не сказано. Ну, если идет насморк. Хорошо. Спасибо. Еще один вопрос, я думаю, последний. В принципе, насколько я понял, я думаю, что ключевая истина, вот сейчас слушая обратно вот эти очень хорошие несколько аргументов, суверенность Божья, даже в этом вопросе, его повеления не перечеркивают ответственность. Совершенно верно. Подходить разумно ко всем вопросам жизни, так как мы это делаем буквально во всех вопросах и должны это делать. Последний вопрос, он касается семейной ситуации и этот вопрос с Украины. Как его не ответить? Мы попробуем сейчас его прочитать. Я хотел бы попросить у вас, братья, чтобы вы могли вместе дополнить друг друга. То, что жена должна все прощать мужу, впрочем, как и всем, это мне понятно. Но нужно ли, можно ли показывать свое разочарование в его неправильном, греховном поведении? Как, например, реагировать на то, что мой муж постоянно превышает скорость, даже когда мы едем с ребенком? На мои неоднократные замечания, строгие, мягкие, он только раздражается, обижается и ничего не меняет. Ваш совет, пастырский совет этой семье. Давай мы так сделаем. Ты дай мужу совет, а ты дай жене совет. Хорошо? Вопрос в том, что здесь жена пишет. Какой совет дать? Я могу дать совет мужу? Совет мужу ездить нормально. Покаяться, ездить нормально. Хорошо. Стать верующим. Да, стать верующим. И все? И все? Насколько я понимаю Священное Писание, Писание нигде не возлагает на жену такой задачи перевоспитать мужа или заставить его поступать правильно. Это не ее прерогатива. Это у нее нет такой способности, нет такой власти. Она может лишь воздействовать на мужа косвенно, да? Она может молиться о муже, она может, конечно же, в духе смирения и любви говорить мужу о его проблеме, о его грехе, допустим. Но желательно не делать это каждый день и вообще с каким-либо постоянством, да? Достаточно о каком-либо грехе сказать, ну, допустим, один раз или два раза, потому что если она будет снова-снова его пилить, то атмосфера в семье будет очень-очень неблагоприятной. Она может спрашивать совета у других членов церкви и у пасторов в частности, особенно если муж верующий. Я думаю, что, наверное, вопрос подразумевает верующего мужа. И она может показывать ему добрый пример своим поведением. Вот, пожалуй, вот такие вот вещи. Что же касается перевоспитания мужа, то это очень-очень опасная такая, опасная профессия перевоспитательница мужа, которая, как и профессия дрессировщика, часто оказывается смертельной. Вот, поэтому я никому бы, никакой женщине не советовал бы такую мужскую профессию, в общем-то, перевоспитатель мужа, вот, брать на свои хрупкие женские плечи. Вот, но если более серьезно ответить, то, ну, в общем и целом, мой совет, наверное, был бы такой. Не пилите мужа, не нервируйте его, не злите его, если вы видите, тем более, что его это раздражает. Ни в коем случае ваша задача смиряться и повиноваться. Но используйте другие методы воздействия на мужа, то есть молитесь о нем обязательно, как часто вы о нем молитесь. Каждый ли день вы молитесь об этой его проблеме? Поговорить, да, вполне возможно, желательно не в этот самый момент, потому что тогда он отреагирует и, может быть, даже специально превысит скорость от нашей греховной человеческой природы на зло делать. А когда уже доехали, ну, вы там, конечно, держитесь за кресло и за сердце, вот, но потом уже чуть-чуть время прошло, и вы тогда уже вернулись к этому разговору и сказали, там, дорогой, вот ты тогда ехал и превышал скорость, ты знаешь, что я вот очень сильно страдаю, ну, объяснить свою ситуацию, сказать, ну, вот, знаешь, и Библия говорит, что мы должны повиноваться властям. Послушает, не послушает, это его ответственность, ответственность пред Богом, вот. Третье, обращайтесь к пасторам, вот, но тоже правильно это нужно делать, да, спрашивайте совета, как вам поступить, и, возможно, действительно, пастор сможет поговорить с вашим мужем. И какие там еще, что-то я, кажется, уже даже упоминал, но забыл сейчас еще раз повторить. Вот, я несколько слов добавлю, если ты не против. Отвечая на вопросы, которые здесь стоят, нужно ли показывать свое разочарование в его неправильном греховном поведении? Не нужно показывать, потому что Библия это запрещает делать. Показывать свое разочарование переводится, как делать обиженный вид, потому что этим ничего не достигается, и, в принципе, здесь она же подтверждает это, что, несмотря на мои неоднократные замечания, он только раздражается. То есть это, она подтверждает, что это контрпродуктивно и ничего не меняет. Это точно, ничего не поменяется. Вместо этого, Писание говорит о, объясняет реальность того же. Здесь нужно понимать, что происходит. Речь идет не о том, что муж делает то, что не нравится жене. Речь идет о том, что муж делает то, что греховно. Причина, почему он делает то, что греховно, заключается в том, что, значит, он или неверующий вообще делает вид, что он верующий, или же он в этой конкретной ситуации недостаточно поклонился Богу, подчинил себя Богу. То есть ее цель заключается не просто в том, чтобы себя как-то в более комфортные условия поставить, а она должна по-настоящему глубоко быть озабоченной тем, что ее муж, он против Бога живет. И когда это происходит, то вот тогда то, что написано в 1 Петра, 3 глава, включается в действие, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, то есть когда в ней будет видно, что она беспокоится об этом, потому что она Бога боится. Вот тогда будет правильный тон, правильное время, как Алексей сказал, правильно подобранные ситуации, где об этом нужно сказать и показать. Но прежде всего вопрос должен выйти из рамок отношений ты и я и перейти в отношения ты и Бог, я и Бог. И тогда совершенно другую атмосферу принимает положение дел. Братья, огромное вам спасибо. И вам всем также огромное спасибо за ваши вопросы, за то, что вы слушали внимательно. И я надеюсь, что этот вечер был еще одной порцией благословения для всех нас. К сожалению, мы не можем все еще вопросы сегодня озвучить и на них ответить. Поэтому мы сейчас помолимся вместе и знаем, что у Господа есть ответы. И их нужно будет дальше искать у Него в Его Слове. Пусть в этом благословит вас Господь и вас также, братья. Спасибо. Давайте мы помолимся сейчас, да? Наш Господь, мы поклоняемся Тебе. Искренне благодарим за то, что Ты позволил нам сегодня быть здесь вместе и открывая Твое Слово. Кататься разных вопросов. Некоторые из них достаточно сложные. Некоторые приводят нас на грань того, что открыто нам вообще, и наш разум вообще способен понимать. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы можем смотреть на эти вопросы не с точки зрения философии, не с точки зрения спора, а с точки зрения следования за Тобой, с точки зрения послушания Тебе, с точки зрения жизни, которая достойна Тебя, достойна благоествования Твоего. Я прошу Тебя, помоги, Господи, чтобы все то, о чем мы говорили, оно проникло в сердца наши, и оно заняло правильное место, чтобы все эти истины, они сформировали наше общее восприятие Тебя и наше понимание пути, по которому Ты нас ведешь. Я прошу Тебя, благослови народ Твой, и не только в этих вопросах, но во многих и многих других, с которыми каждый из нас сталкивается каждый день. Господи, научи пользоваться истиной Твоего Слова, чтобы оно стало светильником для ноги. Научи послушанию, чтобы в каждой конкретной ситуации мы могли, полагаясь на Тебя, делать наши конкретные действия, угождая Тебе. И научи, Господи, утешению в Тебе, уверенности, в истинности того, чему Ты учишь нас. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин